Вообще комментировать не стоит и нет смысла, потому что они, например, меня внушают полную уверенность в проекте и желание проинвестировать, если бы я был начальным своего пути развития в проекте, то первоначальную сумму какую-то проинвестировать. Также я хочу сказать, что постепенно сейчас в СВЦ появятся разделы наполнения, бесплатные разделы наполнения, которые все желают и начало. Это очень грандиозное шествие обучения наших партнеров, новые карточки по основным знаниям, которые можно найти в инструментах партнера. Поставьте плюсики, кто пользовался и уже, может быть, заскринил эти материалы, потому что они все переведены на другие языки, на все языки, которые у нас присутствуют в личном кабинете, и это суперинструмент для введения человека в курс дела. Про курс доллара, если говорить о курсе, я также напоминаю, и мы перейдем непосредственно к главным моментам новых выпусков видеоблога «По случаю генерального конструктора». Был задан вопрос, какие направления максимально приоритетны. Кстати, поставьте от 1 до 10 вообще, я вот вначале спрошу, кому интересно именно такой формат сжатых тезисов, на мой взгляд, потому что у каждого человека может быть свой взгляд. Я предоставляю свой взгляд для того, чтобы люди потом посмотрели и действительно не тратили время, хотя я рекомендую, сугубо рекомендую потратить время и посмотреть вот эти вот редкие видео, потому что когда начнется работа по адресным проектам, никогда, я думаю, такой лонг рид формат есть, если читать, а здесь лонг си формат, то есть действительно такие вот уже длинные видео, непривычные для нас от генерального конструктора, их нельзя будет убедить просто. Приоритетны все направления на самом деле, но среди приоритетов есть свои приоритеты. И самый главный приоритет, я уж цитировать не буду, говорить буду все-таки своими словами, а цитаты вы можете прочитать здесь, на слайде. И далее уже Ольга обязательно сформирует это в виде тезисов в специальном файле, который рассылается и по чатам, я думаю, в личном кабинете. Мы сделаем раздел тезисов моих вебинаров Владимира Маслова, чтобы все люди, желающие, смогли ознакомиться именно на том языке, в котором они присоединились в проект. И самые приоритетные направления, генеральный конструктор сказал, что сейчас это в первую очередь тяжелые городские перевозки, тяжелые в плане пассажиропотока и, естественно, уже более тяжелые машины и более высокие скорости движения. Это касается как пассажирского направления, так и грузового направления. И на это сейчас все ориентировано, что касается второй и третьей фазы строительства в Арабских Эмиратах, ориентировано на конкретную демонстрацию. Для чего демонстрировать? Для того, чтобы сертифицировать далее. И я вот немножко перебегая через тезисы, скажу, что вот уже сложились пазлы, когда есть проектная часть, генпроектная. Ну, здесь на высокоскоростную трассу приводится пример, а мы говорим также о грузовом и городском пассажирском транспорте. Есть тестовый участок в логике городского пассажирского в виде тяжелых машин и грузового транспорта в виде контейнерных перевозок с контейнерами более, не менее чем 35 тонн, то есть 40-футовые стандартные контейнеры, на которые уже есть потенциальные заказы. И есть тестовый участок, который это уже все показывает, что вот все работает, идет далее сертификация, есть производство. Вы видели станки, которые закупаются, и, кстати, перед эпидемией это был просто в десятку выстрел попадания в цель, потому что сейчас станки закупить было бы, по крайней мере, сложно. Они есть уже на производстве, и ничто сейчас не остановит для выполнения тех задач, без станков некоторые задачи, и это не просто станки, а целые обрабатывающие центры, аналогов которых в Республике Беларусь раз-два и обчелся, уже возможностей не было бы. И есть финансирование, соответственно, этот проект, в нашем случае это наше финансирование вот этих фаз строительства в научном инновационном центре, той технологии, которую мы финансируем. И тогда уже будет поставлен вопрос ребром строитель, и будет строительная компания, которая умеет строить, и тогда все сложится. Вот цитату просто заскриньте, вот это говорит сам генеральный конструктор, не я это, не мои домыслы. И это вообще многого стоит, потому что я не встречал таких прецедентов в современной венчурной индустрии, когда CEO-основатель компании так расширенно обосновывает для того, чтобы человек, который погружается в эту сферу, понимал, на какой стадии сейчас мы находимся, понимал, в какую технологию мы инвестируем, и понимал перспективы, понимал экономический эффект, понимал близлежащие адресные проекты. И следующий тезис, который я хотел бы охватить, это то, что работы уже начаты, и заказчик это видит. У нас поэтому уже близко подписание контрактов на адресные проекты, по ряду городских проектов, это, как я и говорил ранее, городские трассы именно с тяжелым транспортом, с подвижными составами в электронной сцепке. Эта работа ведется, и она даже не прекращается сейчас, когда идет пандемия коронавируса. И немножко я перескочу, когда уже генеральный конструктор говорит о том, что прекращается работа или нет, он отвечает, что да, работа идет сейчас в Шарже, И хотя карантин сильно повлиял на работу подрядчиков, а это не мудрено, потому что Арабские Эмираты, слава богу, они не занимают лидирующие позиции, в кавычках, конечно, лидирующие, по случаю заражения, по случаю распространения коронавирусной инфекции. Но многие работы остановились, и многие сейчас взаимодействия с подрядчиками происходят через скайп, свой пример работы показал в виде видеоряда генеральный конструктор, что он также сейчас работает буквально по видеосвязи, работает оперативная группа в Арабских Эмиратах, и даже водители, это сказал сам генеральный конструктор, некоторые водители перешли на работу на стройку, естественно, с соблюдением всех условий, потому что нужно восполнять человеческие ресурсы, и чтобы не было недостатка в строителях по тем работам, которые сейчас уже запланированы в инновационном центре. То есть стройка не идет, и она не остановилась, как большинство стройек в Эмиратах в частности. Это касается строительства инфраструктуры, это касается строительства небоскребов, думаю, и каких-то объектов, и практически все стройки там сейчас остановились. Стройка в Шарже развивается, и никто не собирается останавливаться, и более того, все, что сказал генеральный конструктор по поводу Экспо-2020, несмотря на то, что пандемия есть, и Экспо-2020 не будет, уже фактически остались крайние подписания, как говорил об этом генеральный конструктор. Все равно на территорию научного мирового инновационного центра, технологии, которые мы финансируем, смогут приехать те, с кем планировалось встретиться на Экспо-2020. То есть фактически участком Экспо-2020, но абсолютно беззатратно, абсолютно эффективно, будет служить СВИК, научный центр той технологии, которую мы финансируем, чтобы подписать уже контракты на адресные проекты. Потому что предполагается, что будет демонстрация уже контейнерных перевозок и демонстрация на 2,5 километрах, это уже трасса второй фазы, городских тяжелых пассажирских перевозок. И я вот намеренно так вот перескакиваю для того, чтобы сложилась некая логика восприятия, ничего не останавливается сейчас в шарже, и то, что можно было мобилизовать, все мобилизовалось. Этого я не могу сказать о компаниях, даже IT-стартапах, неоднократно генеральный конструктор приводил с ними сравнение. Многие мои знакомые сейчас не могут выстроить удаленную работу, потому что много очень тех оболочек программных, которые зашиты внутри офиса, на те компьютеры, которые находятся в офисе, неважно, это маки, ноутбуки, их нельзя даже взять домой. И работа в этом случае останавливается даже в IT-стартапах. Что касается направления шаржи, повторюсь, работа абсолютно сейчас не останавливается. И, да, она замедлилась, но не останавливается. И неоднократно генеральный конструктор повторяет про высокоскоростное транспортное исполнение. И на самом деле в 15 этапах бизнес-плана это предполагалось как такой апогей развития проекта. И, с другой стороны, в крайних вопросах также генеральный конструктор раскрывает то, что он сам думал, что на самом деле проекты высокоскоростной трассы будут в 90-е, вот ему казалось, что они будут в Европе сначала реализованы. Но приоритеты меняются, потому что оказалось, что всем нужно, все хотят в силу каких-то обстоятельств, это отодвигается. А я уточню, это отодвигается в силу обстоятельств противодействия и конкурентами, и тех сил, которые не хотят по каким-то причинам, чтобы технология, которую мы финансируем, появилась вообще в мире. И многие проекты стали, это очевидно, приоритетными именно в Арабских Эмиратах в этом регионе. И конкуренты здесь не дремлют абсолютно, они используют все возможное, чтобы не пустить ту технологию, которую мы развиваем. Но в Арабских Эмиратах такой вот конкуренции нет, по сути, потому что там монархия, там королевская семья, там совершенно другие взаимоотношения с монополистами, которые могут организовать монополию и несколько влиять даже на решение первых лиц государств. В Арабских Эмиратах это сложно сделать. Ну и вообще там, в принципе, вот таких вот лоббистов и деятелей по одной из самых коррумпированных сфер, вообще как отрасль, именно транспортная отрасль, их там очень мало, может быть вообще нет. И покажет уже практика, как нам будут пытаться противодействовать и какие будут капканы пытаться расставлять. Вы видели про английский стартап капкан, это либо не капкан, никто этого не знает. Но то, что это появилось в масс-медиа, это очевидно. И это не появилось с подачи управления дорожного транспорта и автомобильных дорог Дубаи. Нет, они к этому не имеют отношения. Это появилось с точки зрения, с подачи журналистов. А кто был заказчиком и были ли это заказчики, это неизвестно. Но заметьте, что конкуренты потенциальные появились из той отдаленно хотя бы сферы, которая действительно может соприкасаться с той технологией, которую сейчас реализовывают в виде нескольких фаз в научном инновационном центре в Шарже. Это стартап английский на B, я здесь пиарить его не буду, который абсолютно не готов по сравнению с той технологией, которую мы финансируем. И высокоскоростного транспорта там лоббистов априори не могло появиться, потому что там, в принципе, сейчас мало развито высокоскоростное движение, как выразился генеральный конструктор. И очень серьезно там воспринимает то направление, которое мы с вами финансируем, как очень перспективное направление, которое демонстрирует свои преимущества. И поэтому сейчас там строятся тестовые трассы. Это в первую очередь, повторюсь, городские грузовые. И более того, вот по поводу этого направления ведется закрытое такое обсуждение, но всех ждут определенные сюрпризы. И об этом я распространяться не буду. Все вы в свое время узнаете. Также я хотел бы сказать, что генеральный конструктор говорит неоднократно про экспо и про то, что это планировалось уже предвидеть. Уже в январе, когда развивалась пандемия, ну, у меня лично такие же ощущения были. И кто помнит мое выступление на словацкой конференции, знает, что я там сказал, что вирус будет распространяться, и что нам нужно делать упор. Я делал упор на систему обучения, систему холодного рынка, чем, в принципе, сейчас очень серьезно занимаюсь. Это дает замечательные результаты, но об этом я скажу позже. И генеральный конструктор сказал, что еще тогда он предполагал, что если даже будет перенос экспо, чтобы это абсолютно не отразилось на нашей работе. И сейчас фактически все готовы к тому, что если перенесут, а перенос уже осуществился, то, в принципе, все будет сделано примерно в те же сроки. Что вам это напоминает? Это мне лично напоминает те стахановские методы и скорости развития проекта, когда был легкий прогулочный транспорт, и первый пассажирский модуль городской создан, сконструирован и выдан в виде готовых пототипов машин на инотранс. То есть эти скорости известны проекту, и мы это видели неоднократно, поэтому не стоит сомневаться, что к экспо будет сделано то, что планировалось реализоваться к самой выставке, даже если ее не будет, ничего не меняет. И тут на минуточку будет продемонстрирован не только высокоскоростной юнибус, будет не только грузовой транспорт продемонстрирован для перевозки морских контейнеров, а будет даже показано, вот это для меня действительно круто, лично я с удовольствием это оценю, и это наша дорожная карта, куда дальше будет потенциально двигаться развитие и финансирование нас с вами, как большого, сплоченного, сложного организма, но работающего синхронно во всех странах в виде краудинвестинга. Это трехуровневая трасса, где будут совмещены городская трасса, то есть это под подвесной вид, где будет представлена высокоскоростная трасса, это навесная трасса и гиперскоростная трасса во вакуумной трубе. То есть фактически под водой даже может проходить эта трасса. И если набрать Hyper-U в поисковике, вы можете это увидеть, здесь презентацию я уж не стал вставлять, чтобы не отвлекать внимание. Это будет модель длиной где-то 12 метров, и это только модель, только испытательная. Это никак не позиционируется, как, допустим, гиперлуп делал, что вот мы сделали испытание развития скорости, и в своем видеоблоге генеральный конструктор сказал, что он не может вообще не то, что гарантировать, он априори говорит то, что это вот тоже один из следующих тезисов, что в принципе то, что продемонстрировано уже на скорости 100 км в час, если говорить про высокоскоростной пассажирский модуль, это не будет работать таким же образом на скорости 500 км в час и даже 600 км в час. Он это откровенно говорит, он не строит какие-то догадки, либо дополнительный сбор инвестиций потенциальных крупных инвесторов, потому что высокоскоростное исполнение именно крупные инвесторы ожидает свой вход, и нельзя на скорость 100 км в час испытывать высокоскоростной модуль, это вот тезис 11, и говорить о том, что он также будет ехать и при скорости 500 км в час. То есть нельзя на стенде испытать самолет, я опять же это цитирую генерального конструктора, как можешь летные характеристики испытать, только летать придется. А если сверхзвуковой самолет, то надо летать и со сверхзвуковой скоростью. И таким образом я могу сказать, что это декларация, то что незаконченный продукт ни в коем случае не появится на рынке. И это бесценно, просто поможено было, знаете, строить какие-то иллюзии, догадки. И сейчас даже генеральный конструктор открыто говорит, что да, сейчас фокус на контейнерные перевозки, на тяжелые городские пассажирские перевозки, потому что на это есть адресные проекты, несмотря на то, что их не было в бизнес-плане. Потому что проект, он гибкий, и никто не мог предположить тех условий, которые сейчас у нас имеют свое наличие в мире. И часть выставки перенесется, на самом деле, повторюсь, в инновационный центр. Многие, да, друзья, есть такая сложность техническая в Мирополисе. Если выкидывает, то потом либо прочитайте тезисы, либо посмотрите в записи. Я думаю, что сейчас, в ближайшее время, я это проинспектировал. Сразу мой вебинар должен выкладываться в кратчайший срок на ресурсы SWC, SkyWorld Community. И генеральный конструктор сказал, что на самом деле он повторил, что работает над проектом уже больше 40 лет, а не только последние годы. И когда спросили, а есть ли альтернативы, то есть глуп тот изобретатель, а и такие изобретатели есть, допустим, тот же Сапсан, группа изобретателей, я не назову их глупыми, но это было нелогично, использовать только одно решение и не совершенствовать его. Я уж не говорю здесь про аэродинамику, и постоянно генеральный конструктор, что мне нравится как инженеру, он наблюдает, он инспектирует, и это не позволит отстать от кого-либо, всегда опережать. Что было сделано на примере Microsoft, например, буквально за лето был сформирован формуляр, специальная рассылка для тех молодых специалистов, кто разбирается в интернет, потому что интернет уже стал наступать на ноги, и нужно было сделать свой браузер. И свой браузер сам Билл Гейтс не мог сделать, это следовало из истории. Молодые специалисты, он выявил их, и промониторив рынок, он остался в лидерах отрасли. Если бы Netscape, например, навигатор продолжил бы свое шествие, то интернет-эксплорер, скорее всего, он не появился бы на рынке, и он не смог бы совершенствоваться. Также постоянно над индустрией наблюдает сам генеральный конструктор, постоянно отслеживает все новинки. Если что-то вдруг появится лучше, это будет использовано. Это впитает та сеть Transnet, которая сейчас начинает свой рост с Республики Беларусь и также с Арабских Эмиратов, с Шаржи. Также я хочу отметить, что генеральный конструктор вначале сказал, на что он попросил делать упор, а не на мифические какие-то прибыли, и прибыли в нашем случае мы вообще обещать не можем по определению. И он сказал, что инвестиции – это, наверное, главное, поэтому он и инвестор, то есть мы с вами инвесторы, мы должны взять ответственность за свои инвестиции и ускорять их поток, не только на самом деле тем, что кто-то может инвестировать сейчас, кто-то нет, а своим позитивным отношением, своим донесением информации, своим правильным настроем. Это в первую очередь, дорогие друзья, я обращаюсь к вам, русский рынок. Давайте действительно покажем покажем нашу русскую силу духа и начнем развивать проект с той силой, с которой мы делали в 2015 году. Ресурс на это есть, и я это покажу в системе «Ледокол», это название, которое я придумал для системы по работе на холодном рынке, и более того, дам по традиции свою почту, так как этой системой занимаюсь лично я, и каждый желающий не то что сможет принять, мы будем смотреть по статистике, кто написал и какие результаты, какая активность в проекте. Лучше будут работать и получать контакты с системой холодного рынка. И давайте заряжать своим позитивным отношением и своим правильным настроем, в том числе и к задержкам во времени. Да, Лиля, абсолютно вы правильно сказали, что здесь не только россияне, но поверьте нам на слово с Владимиром, если бы вебинар объединить в потоке, то здесь собирались бы 500, 600, 700 минимум людей. И даже по присутствию на вебинарах русскоговорящей аудитории видно, какой интерес у русскоговорящей аудитории. И мы видим результат по Нигерии, мы видим результат по Вьетнаму. И я просто не понимаю, почему сейчас нужно как-то останавливаться. Я не говорю про личные инвестиции, я говорю именно про развитие проекта. В ту эпоху, которую мы сейчас видим. В эпоху эпидемии, в эпоху коронавируса. Потому что самые самые карантины отменяют не из-за того, что проходит эпидемия, а для того, чтобы стимулировать потребление в экономике, для того, чтобы люди стали больше снова ходить, что-то делать, что-то смотреть, потому что иначе европейская экономика может лопнуть. Это не из-за того, что пандемия проходит, это можете считать некие такие количественные меры по смягчению, есть в экономике такой термин, когда выливаются деньги, а здесь выливаются отмены карантина. То есть на самом деле лучше сейчас глобально ничего не становится, и мир уже не будет прежним. Самое страшное начнется, когда люди начнут возвращаться, многие на свои работы, это касается и европейцев, и африканцев, и азиатов, и, к сожалению, возвращаться уже будет некуда. Поэтому сейчас лучшее время на самом деле оповестить и дать информацию о существовании нашей системы по финансированию той прорывной технологии, которая действительно является, процитирую здесь, позвольте мне, тезис номер 8, идеальный транспорт, который принципиально не будет улучшен. Надо будет только чуть-чуть что-то улучшать, чтобы добиться предельных характеристик. И генеральный конструктор говорит, что мы самые лучшие. Почему? Потому что он это обоснованно в виде науки, говорит о том, что фактически до предела по аэродинамике, по потреблению топлива дошла технология и уровни развития того проекта, который мы с вами финансируем. И есть предел, конечно, здесь уже будут решения иные на гиперскоростях и те структуры взаимосвязи, которые вы сейчас выстраиваете, вы будете давать наоборот руку помощи тем людям. Переводчики, экономисты, бухгалтера, неважно, многие сейчас находятся в сложной ситуации, даете оповещение, что вот я работаю в таком направлении, здесь все более-менее хорошо, и компания не то, что не собирается останавливаться, она стимулирует, она дает то, то, другое, а то, то, другое, я вам покажу чуть попозже, что дает СВЦ. Это действительно, многие компании сейчас, и криптовалютные пирамидки, они схлапываются, да, они сейчас могут прокатиться на росте биткоина, и никто не знает, кстати, будет это рост или нет перед халвинком, немножко перепрыгнуть с темы на тему, но этого тоже не стоит забывать, и также блокчейн направление готовится в недрах головной компании, об этом также абсолютно не стоит забывать, потому что это очень важно, и эру СТО тоже сейчас уже в принципе не изменить, и такой уверенной походкой уже движется по развитию команды головной компании. Информации у меня, к сожалению, нет, больше я не могу сказать, но могу сказать одно, что в СТО ни о какой прибыли и ни о каких обещаниях говорить нельзя, это запрещено. если это вам говорят другие спикеры, послушайте меня, имеющего опыт немного в блокчейн индустрии, и я думаю, что будет уже далее такие разъяснения и серьезные подготовленные вебинары по данной работе о головной компании. И сейчас завершается работа по гостевому дому, повторюсь, что стройка абсолютно не остановилась, здесь, в принципе, повторяться уже не стоит. Я хотел бы сделать упор также, что сейчас на те направления, которые развиваются в виде строительства фаз, сегодня есть конкретный спрос, поэтому эти фазы были запроектированы, поэтому они сейчас реализуются. И на самом деле скоро уже планируется приступить к строительству тестовой трассы до 500 км в час. Она должна иметь длину уже порядка 25 км и будет решаться где-то будет в Арабских Эмиратах либо в другой стране, например, в Республике Беларусь, но однозначно это где-то будет развиваться, потому что это самый широкомасштабный рынок на самом деле. И неоднократно генеральный конструктор в своем видеоблоге говорил, что если мы не перейдем к этим направлениям, то миссия того проекта, который мы с вами финансируем, будет не до конца выполнена и капитализация будет абсолютно неполная. Наибольшая капитализация не будет получена, это уже я от себя добавляю, потому что самые крупные проекты это как раз-таки высокоскоростная трасса. И что мне очень приятно позиционируется, что даже планируется развитие скорость до 600 километров в час. Чтобы эту скорость продемонстрировать, будут построены тестовые участки. И если говорить о проектах, то 2014-2015 года здесь присутствуют то это критские коридоры, то это такие грандиозные планетарные проекты, которые будут альтернативой шелковому пути. И представьте насколько будут огромные вливания после того, как будет шатать и трясти всю мировую экономику. И традиционно я хотел бы немножко охватить ситуацию в мире буквально ненадолго, но не могу на этом не остановиться. Давайте рубрику тогда по тезисам посчитаем, что я ее осветил. То есть читать тезисы это конечно на вебинаре глупо, но все это будет в леске тезисов, которые сформирует Ольга от 1 до 10 как вам освещение информации, нужна ли вообще эта информация по тезисам, потому что я надеюсь, что далее видеоблог будет расширяться от 1 до 10 пожалуйста поставьте. И ситуация в мире. Вкратце я упомянул и могу сказать, что пандемия не приходит одна, к сожалению. И сейчас многие прогнозируют то, что это и кстати различные предсказатели различных направлений, начиная от научных, заканчивая эзотерическими, хотя я не приветствую именно широкое оповещение от подобного направления, но все сходится в том, что 2020 год он не будет простым. я своих вебинарах сразу предполагал, можете отмотать и посмотреть к примеру ноябре 2019 года, там в декабре точно я стал уже приводить обложку The Economist и когда 2020 года появилась обложка, были предположения с моей стороны, что ожидается рецессия. Ну и естественно эпидемия никак не предполагалась, этого никто не мог предположить. Эта эпидемия это первый черный лебедь, который провоцирует спад экономики и даже не спад, он более страшен, а страшно социальное замедление вообще взаимоотношений людей, страшно то, что будут и климатические определенные скорее всего происходить события, потому что никто не отменял повышение температуры, никто не отменял пожары, а представьте в этой экономической ситуации, например, будет засуха, элементарно не урожай, и тогда то, что произошло 20 апреля 2020 года, это историческое событие, когда цена американских углеводородов, то есть VTI обрушилась буквально на десятки процентов и в пик до минус 40 долларов за баррель, то есть, чтобы вы понимали, это когда поставщики нефти готовы вам отдать углеводород, углеводородное сырье, чтобы вы только его забрали и хранили где-то. И таким образом фьючерсы вот буквально недавно обрушились на нефть. Мы ждем июньских фьючерсов и будем наблюдать за ситуацией, но эта ситуация уже обстоит. Это, кстати, произошло после договоренности с ОПЕК, а договоренность с ОПЕК было запланировано снижение добычи нефти, и даже это не помогло, вот эта вот ситуация, она произошла. Многие, кстати, те, кто играл на бирже с фьючерсами либо закупал, потеряли свои сбережения, потому что биржи были с топ-краном остановлены и проснулись просто на утро с миллионными, если говорить в рублях, потерями. Об этом неоднократно многие статьи упоминали. И вот этот момент стоит понимать, что технология, которую мы финансируем, она сможет построиться даже под те реалии, если, к примеру, нефть не будет востребована. Потому что технология прорывного транспорта, которую мы с вами развиваем, она может работать на любом типе вообще топлива. И более того, неоднократно генеральный конструктор говорил, что не просто потреблять будет транспорт энергию, а вырабатывать и можно будет направлять на городские поселения, если это концепция линейных городов, до 30% энергии. Просто вдумайтесь, сейчас ни одна нефтеиндустрия не может себе такого позволить, чтобы избытки как-то куда-то направлять. Наоборот, происходит кризис, когда нефть становится не нужна. И здесь я хотел бы немножко видоизменить на свой лад фразу, что зачем качать нефть, если есть доллары. Кто-то уже видоизменяет, зачем качать нефть, если есть данные, потому что в блокчейн-индустрии данные имеют огромное значение. И тут я могу сказать, что зачем качать нефть, если можно развивать транснет. и транснет это как раз таки та сеть, которая будет объединять и данные, и любые типы топлива, и любые типы энергии, и альтернативную энергию может применить этот тот агрегатор инфраструктурный, транспортный, который в себе может действительно объединить многие части отраслей, которые сейчас существуют, создав и родив новую отрасль. И вот это событие, я хотел бы, чтобы кто не в курсе, возможно, кто-то не в курсе, поставьте плюс, и кто не в курсе был об этом событии. Ну, я думаю, что все это заметили, коллеги, вот интересно действительно, то есть не стесняйтесь, кто не в курсе об этом событии, поставьте плюс. Если все в курсе, то это очень классно, значит, у нас созданная аудитория присутствует на вебинарах, и это можно использовать в виде аргумента. Вячеслав не знал, серьезно, но вот это можно использовать в виде аргумента при общении с потенциальными инвесторами, потому что это тоже складывается не из того, что нефть не востребована, а из-за то, что замедляется потребление, из-за то, что люди находятся на карантине, из-за того, что многие нефтепроизводства и нефтехранилища, им невыгодно сейчас хранить нефть, поэтому они делают минусовую ставку, обваливается курс нефти, и такие вот ситуации происходят, какой многие нефтяные компании в этот момент обанкротились. Либо это чей-то был план, либо нет, это неважно, это происходит, это просто нужно принимать и думать, что дальше делать. Если говорить про авиаиндустрию, то я тут могу сказать, что несмотря на потенциальные дотации и помощь от европейского правительства, Люфтанзе это серьезнейший авиаоператор, сейчас задумывается о процедуре банкротства, то есть там сумма более 9 миллиардов долларов. Это не просто я вам что-то предположительно говорю, можете посмотреть, это в основном крутится, конечно же, на иностранном пространстве, на российском пространстве я это не увидел, но это тоже свои первоочередные звоночки в том, что экономику штормит. если кто-то думает, что сейчас акции технологических компаний растут, они сейчас переоценены, сейчас запускаться снова стали IPO, буквально на прошлой неделе прошло IPO биотех компаний, ну то есть биотех это те, кто занимается лекарствами, какими-то нововведениями, фармацевтики, либо в исследовании болезни, что-то подобное. И почему эти компании выходят на IPO, потому что в логике коронавирусной пандемии можно предположить даже на том факте, который говорят трейдеры, что продавая на слухах, можно сформировать слухи, что кто-то будет что-то исследовать, может быть даже вакцина какая-то появится, либо как-то это повлияет, и конечно же сейчас, когда все задумываются об вирусе и пандемии, это может сработать. Но это сейчас работает, потому что финансовые рынки тоже сейчас не желают останавливаться, никто не желает повторять историю 2008 года, но это сейчас постепенно происходит, и несмотря на то, что рынки стали отрастать, все равно они переоценены, и сейчас это искусственный рост сугубо, на мой взгляд. Поэтому сейчас мы сфокусированы на максимальное донесение информации именно до холода рынка. И в ноябре 2019 года я начал заниматься этой системой, могу сказать, что испытания определенные нужно было, тестовые исследования провести. Я называю эту систему, неспроста привел картинку ледокол, потому что вот те лидеры ледоколы, лучше бы, чтобы друг за дружкой мы шли в разных направлениях и прокалывали лед в новых рынках для нас. Что есть новые рынки для нас? Буквально завтра, послезавтра я буду общаться с нашими лидерами с одной из африканских стран, говорящих на французском языке, для того, чтобы масштабироваться не только на их страну, мы максимально масштабируемся и на их страну, но на все франкоговорящие бывшие колонии африканские, которые говорят на французском языке. Виртуальные руки СВЦ дотянутся довсюду. И поэтому я хотел бы объявить такую не то, что акцию, а призыв к активности, это абсолютно дело каждого. Писать, либо не писать, думать об этом, не думать, потому что я четко понимаю, что 100-200 лидеров, какой результат мы можем сформировать. Я делал это несколько раз сам, начиная с 2014 года, и я знаю, как это может в аккумулятивном эффекте всего лишь 100-200 лидеров, какой результат может быть сформирован. Это будет грандиозный результат, поверьте мне, ни о каком падении инвестиций мы даже и думать не хотим на 2020 год, несмотря на то, что везде, казалось бы, рецессия. Те, кто желает, пожалуйста, вы можете написать мне с темой «Работа на холодном рынке» и, пожалуйста, заполните вот эти данные, фамилии, имя, имейл, телефон мессенджера для связи, ваш статус в СВЦ и, внимание, иностранный язык, на котором свободно общаетесь. Именно свободно. Именно чувствуете, что вы можете доносить информацию о нашем продукте. Приведу пример. К примеру, вы общаетесь на испанском языке либо португальском языке, либо у вас есть такие знакомые, которых вы можете обучить, но они, например, переводчик потерял работу, вы все прекрасно знаете, что один из бизнесов в прошлом это агентство языковых переводов и я знаю, что сейчас многие переводчики потеряли работу. Зная испанский, португальский язык, мы легко можем пойти виртуально в Латинскую Америку и охватить всю Латинскую Америку. Потому что большая часть продаж, которая сейчас совершается в Нигерии в этом месяце, это холодный рынок. И эта система уже дает свои результаты, отличные и суперрезультаты. Мы это будем настолько масштабировать, что некоторые лидеры получили предложение, кого я лично знаю, по взаимодействию на определенных условиях, это обсуждается уже только лично, но это появится и в виде системы автоматизации внутри личного кабинета. И сейчас моя задача выстроить так, чтобы с различных потоков к нам шли лиды и трафик с холодного рынка и с инстаграм, и с фейсбук, что уже успешно работает, и с гугл адбордс, и с яндекс директ, и с яндекс дзен, и с различных площадок во всем мире, что охватывает яндекс и гугл, это уже не мобильный трафик, но трафик с персональных компьютеров, он абсолютно разный, это разная аудитория, и также с телеграм, мы сейчас начали взаимодействовать для того, чтобы с телеграм трафик приходил, и те страны, которые хорошо работают по холодному рынку, они всегда будут иметь на обработку новые контакты. Поставьте плюсик, может быть, кто-то присутствует на вебинаре, кто уже работает со мной по системе холодного рынка, но не исключаю, что они не присутствуют на этом вебинаре, потому что им сейчас просто некогда. Они весь день работают с новыми поступающими контактами. Те, кто действительно готов по 10, по 20 контактов плодотворно и эффективно обрабатывать, и не исключено, так как это виртуальная реклама, это виртуальный трафик, что некоторые компании будут обрабатывать да, Ольга, есть абсолютно готовые шаблоны и скриптами занимаюсь в том числе лично я и весь отдел маркетинга московского офиса, потому что это первоочередная задача, вы понимаете, что у многих сейчас нет возможности абсолютно как-то выстраивать новые коммуникации, потому что он не может пойти в кафе, провести встречу, и как он может получить эти контакты, только виртуально, эта система уже работает. и пожалуйста не пишите те, кто не готов работать с большим потоком людей. Здесь мы ждем только спартанцев, только тех людей, которые могут и готовы с полной самоотдачей становиться ледоколами СВЦ. Поставьте от 1 до 10, как вам эта тема, в любом случае она сейчас развивается и будет развиваться, и моя задача охватить большинство стран, где присутствуют лидеры, а где не присутствуют лидеры, с помощью тех лидеров, которые говорят на том или ином иностранном языке, мы все равно охватим, потому что ресурсы уже найдены. И на том этапе, на котором мы сейчас находимся, когда фактически каждый тезис генерального конструктора из его видеоблога дублируется видеорядом, доказывающих этот аргумент уже в реальности, что движется реальная машина, очень просто работать по холодному рынку. Здесь просто не нравится, хорошо, идем к следующему. И не исключаю опять же того, что, повторюсь, что могут какие-то люди просто кликнуть, но что очень радует, эта реклама окупается, и поэтому она будет масштабироваться, она дает замечательные результаты. Повторюсь, пишите сюда только те, кто действительно готов работать. По российскому рынку также обязательно будем масштабироваться, начнем в виде теста. Первый тест был проделан на Уральском федеральном округе, цена за лид не устроила, то есть, что такое лид, это один контакт, одно соприкосновение, тот человек, с которым потенциально можно работать. Ну, я думаю, что обязательно найдем решение, и все равно те, кто готов работать по российскому рынку и не знает языка, пишите, все эти контакты я буду вносить в специальную табличку, и хочу сказать, что все мы будем смотреть по статистике, потому что все как на ладони видно, кто как развивается, кто как заходит в личный кабинет, только лучшие будут работать по этой системе. Но, в будущем, уже сейчас формируется, я могу сказать, обучение, как привлекать трафик, именно в логике СВЦ. Логика СВЦ, она достаточно сложная в выстраивании креативов, выстраивании рекламы на виртуальных площадках и в социальных сетях. Поэтому, научившись этому, каждый научится работать в той или иной своей бизнес-сфере уже после пандемии. Поэтому, этот курс будет ценный, так как он делается практиком и руководителем того отдела таргетинговой рекламы, который я сейчас координирую. Парень очень талантливый и говорит простым языком понятно очень важные вещи. Также, я хотел бы сказать, что у нас запущены новые пакеты, вы видели это рассрочки на 5 месяцев, 80, 180, 800, 1800, там достаточно интересные условия. Расскажите, пожалуйста, об этом своим партнерам, потому что сейчас это может простимулировать ваши дополнительные продажи. И хотел бы остановиться на level up, что скоро на этой странице внутри личного кабинета все это фиксируется, аналитика ведется, то, что было продекларировано СВЦ, исполняется, будет отображаться, сколько вы баллов накопили, какие вам доступны призы, то есть призы, естественно, в логике пандемии, они будут привязываться к бонусному счету, но как пандемия закончится, я думаю, что в логике агрегатора услуг мы будем такую арбитражную сетку свою выстраивать для того, чтобы арбитражников к нам также привлекать, и будут и реальные продукты, реальные призы, но пока что это будут какие-то аналоги виртуальные призов, которые будут оцениваться в виде вознаграждения на бонусный счет. Будет отображаться ваше место в рейтингах страны и мира и будет отображаться где ваши конкуренты и сколько баллов нужно, чтобы их опередить. Этого, я считаю, не хватало нам, потому что должен быть некий дух соперничества. Мы с вами тоже своеобразный рынок и не будет никакой статики и будут изменения, как это и закладывает генконструктор в своей сфере работы, также в логике СВЦ тот, кто не работает, тот не выдержит пандемии и не выдержит бешеных темпов работы во время этого непростого времени. И очень просто люди просто заменят более сильные людей, более слабые. также будет указано место вашей страны международном рейтинге и подробные условия конкурса и ваш статус их выполнения. И также приготовлен сюрприз и подарок, который будет специально объявлен вместе с этой новостью, его я раскрывать не буду, как не уговаривайте, это будет все в виде новости опубликовано. И компания, и головная, и мы, как СВЦ и РСВ делаем все, чтобы максимально комфортно было работать в этот непростой период. Конечно, такого дисконта, как 1 к 1000, никогда уже не будет. Но я рекомендую использовать те шансы, которые есть сейчас, финансирование того направления, которое, на мой взгляд, может стать одной из основ восстановления из пепла той экономики мировой, которая сейчас падает. и здесь будут объединены многие направления. И блокчейн, и транспорт, инфраструктура, и содружество с многими компаниями, и какие-то открытые коды разработки, что касается IT-продуктов, очень много появится, как только будут запускаться адресные проекты. Ну и, как сказал генеральный конструктор неоднократно в своем видеоблоге, что именно в 2020 он ожидает параллельный запуск коммерческих адресных проектов до закрытия 15 этапов. То есть 15 этапов и адресные проекты это параллельные процессы, и вы понимаете, что предзаказы и предфинансирование адресных проектов будут также автоматически очень серьезно помогать закрывать те 15 этапов. Поэтому давайте я, наверное, закончу на такой ноте, чтобы каждый в чате действительно выразил свою эмоцию, чтобы он посоветовал тем участникам вебинара, которые будут смотреть этот вебинар, сейчас делать, предпринимать в своей жизни и стоит ли участвовать в проекте, который сейчас мы развиваем. и забыл сказать, скоро некая автоматизация появится и по донесению информации. Вебинаров станет очень много и на всех языках. Больше ничего не скажу, но мы движемся в современнейших маркетинговых условиях, и как генеральный конструктор говорит, что мы строим самый крупный бизнес за всю историю цивилизации, мы его построим, с логики СВЦ я могу сказать, что мы становимся сильнейшим, мощнейшим агрегатором услуг разнообразных. Это и обучение, это и различные финансовые агрегации нас ждут в будущем, и что только нас не ожидает, будем становиться только сильнее, стройнее, выше, быстрее и дальше. Благодарю за внимание, буквально на несколько вопросов я готов ответить и буду завершать час времени я укладываюсь в свой срок, как Михаил Кириченко укладывается в 5 минут своего обещания. Поставьте от 1 до 10, 1, 2, это была вода, на данном вебинаре 10, была конкретика и в принципе я не пожалел, что потратил этот час своего драгоценного времени. Благодарю друзьям, я думаю, что все вживую потом, кто будет слушать этот вебинар, сами отметят для себя, ну а я готов ответить на вопросы. Коллеги, коллеги, вопросы. Вопрос был по токенам, по токенам сейчас я могу сказать, ситуация, на мой взгляд, очень серьезная, что будет после середины середины мая. То есть будет происходить халвинг биткоина, кто не в курсе, это уменьшение вознаграждения за добытый блок и уменьшение вознаграждения майнером и там уже будет понятно, будет стремительный рост биткоина, либо будет какая-то категория спада. От этого нужно отталкиваться и я могу сказать, что не только на инфраструктурную и транспортную отрасль, не могу сказать, я это и говорил, но найти индустрию, на юридическую индустрию это также повлияло. Многие юристы, которые занимаются СТО индустрии, они сейчас просто в офисы не могут попасть и работа встала. Многие люди не привыкли, к сожалению, работать из дома. Ну, по блокчейн направлению все развивается в головной компании, насколько мне известно и насколько я могу говорить, ничего не останавливается, так же, как ведется работа по строительству в Шарже. Когда переход на следующий подэтап? Очень интересные вас новости ожидают, очень стимулирующие по поводу подэтапов и по поводу того, что будет в будущем в плане стимулирования роста и холодного рынка и тех людей, которые сейчас уже участвуют. Поэтому тут логика не подэтапа. Подэтап может закрыться, знаете, и 2, и 3 подэтапа, когда уже пойдет предфинансирование адресных проектов. Оно произойдет, на мой взгляд, очень быстро после окончания сертификации, и это утверждает генеральный конструктор. Это не мои слова. Если об этом не говорил генеральный конструктор, я бы об этом даже не заикнулся. Это меня мотивирует очень сильно сейчас максимально выстраивать систему краудинвестинга, чтобы мы с вами сформировали тот пласт мелких и средних инвесторов, как, знаете, акула такая из мелких рыбешек составляется, и акула начинает ее бояться. Естественно, мы страха ни на кого навивать не хотим, но хотим достойно финансовом рынке как очень серьезный организм краудинвестинговой системы. Друзья, еще вопросы буквально один, и я завершаю. Обязательно останьтесь в аудитории и посмотрите, кто не видел свежий выпуск, коротко, а главное, от Михаила Кириченко, который очень достойно в этих жестких условиях, даже когда он не может попасть в офис, делает и делает новые очень ценные для нас репортажи. Огромная благодарность всему отделу новостей головной компании. Всем позитива, всем добра, мы делаем великое дело. Счастливо! Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите Краткий Отчет Отчет